Эй, дорогие друзья! Продолжаем наш репортаж! Я перед этим говорил об очках солнцезащитных, сейчас будем говорить об очках экранозащитных, компьютернозащитных очках. Как вам такие очки? Вот так они выглядят. Это просто пластик, в котором есть отверстия. Я не помню, как они называются. Они называются научным названием. Есть какое-то научное название. Очки вроде как для тренировки глаз, что-то такое. Я их использовал в свое время и использую сейчас для защиты от экрана, или когда у меня зрение ухудшается после 10 часов сидения за компьютером, чтобы не одевать стекляшки. Я одеваю их, они таким образом помогают. Она и тренирует глаза. И не портит его, потому что мне не нужно одевать линзы для того, чтобы портить свое зрение. Окей? Это первое, что я хотел поделиться, друзья. Это для тех, кто работает за компьютером длительное время. И я скажу, что моя работа за компьютером порой превышает 12 часов, 14 часов. То есть, ну, достаточно долго и много. Зависит от сезона и от времени. И я с компьютером общаюсь уже с 93-го года, поэтому есть опыты, и опыт не очень хороший. Не буду сейчас обсуждать, какие мониторы хорошие, какие нехорошие. Я сейчас поделюсь только тем, как защитить себя. В общем-то, по своему незнанию, я никогда не пользовался очками для компьютера. Вот, скажем, сегодня у меня есть несколько доковых. Вот, первые я показал. Пластиковые, это вот такие также. Стекляшки белые, обычные. И вот такие слегка желтоватые. Окей? Это как бы основные очки, которые я сегодня использую при работе с монитором. А в чем особенность, и вообще для чего вот эти все очки? Вот если бы мне кто-то рассказал раньше, где он упал их, хотя бы два года назад об этом. Я слышал про эти очки, что есть такие очки компьютерные. Я думаю, что за очки? Что они там защищаются? Я не понимаю, что они могут защищать в конце концов. Тем более, когда после этих мониторов, которые были раньше, там большие мониторы, вот эти вот, типа телевизоры, я не знаю, трупчатые. Вот, и я понимал, что там надо защищаться. Но когда появились жидкокристальные мониторы, я думаю, уже не надо защищаться, елопалые. Но, оказывается, надо, и очень сильно защищаться надо. А в чем суть-то происходит? Дело в том, что излучения с ультрафиолетом, которые исходят от монитора, экрана монитора, телевизора и так далее, они очень пагодно действуют на наше зрение, на глаз. Также замечено то, что, когда мы смотрим на монитор, мы реже моргаем. Мы реже моргаем, а, соответственно, глаз меньше увлажняется, очищается и сушится. Наверняка, кто, в общем-то, длительное время не работал с компьютером или стал первый раз работать, после 2-3 часа, я помню, когда я только начинал, там, через 2-2, после 2-х часов, я чувствую, у меня песок прям в глазах. Сушит глаза очумительно просто. И я думал, что это за ерунда такая. Отчего это так происходит? И сейчас я понимаю это от того, что, когда мы смотрим на экран монитора, наша частота моргания значительно уменьшается. В одного раза, не знаю во сколько, но уменьшается. Тем самым глаз сушится, окей? Плюс влияние этого ультрафиолетового облучения не есть хорошо, друзья. Поэтому вот эти вот очки, вот эти очки, они, видите, синева, видно синева такая. Они имеют такое напыление. Окей? И что они призваны для чего, что они делают? То есть вот это как бы покрытие такое глянцевое, оно отражает ультрафиолетовые лучи, которые идут, поступают от экрана на ваши глаза. Она как рефлекшн идет. Это как в подобной машине покрытие. Есть такое, наверное, видели такое блестящее покрытие, напылением. Солнце просто отражается. Ну, также по такой же схеме это работает и эти очки в работе с монитором. Я так понимаю. В общем-то... И плюс эти очки еще не имеют немножко желтоватый цвет. Разный. Не помню, что за фирма там. Кому интересно, можете посмотреть. Очень хорошее качество. Мне нравится. Эти очки стоят где-то 150 долларов. Где-то так. И чем хорошо вот этот желтоватый цвет, то что он делает более ярким. То есть цвет более экрана яркий. Когда ты в машине едешь, тоже одеваешь очки такого желтого цвета. И в ночи она делает фильтр, он делает твое видение более ярким. То есть просто фильтруется. Для водителей, кстати, да, друзья. Очень классные очки. Не именно эти. А очки специальные для ночного вождения. Такие желтые очки. Они желтого цвета. Они просто делают панораму дороги более яркой. Более яркой. И, в общем-то, на зрение меньше нагрузки. Вот. Так вот эти очки, именно с этим напылением и с желтым фильтром. Они делают картинку более яркой, мягкой. И в то же время отражают лучи ультрафиолетовые, которые идут от экрана. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать об очках. Ну и, конечно же, профилактику. Мы говорим уже о профилактике. Рекомендую ставить таймер. Скажем, каждые полчаса вставать, наклоняться головой вниз. Вот я делаю такую зарядочку, когда мы, как дети, детишки, пальчиками только берешь и массируешь глаза. Массируешь для того, чтобы был приток, чтобы они отдыхали. Или ладошки потер, 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 потер ладошки. Здесь тепло, было жарко между ладонями. Окей? Потому что было очень жарко между ладонями. И прикладываешь вот сюда глаза, глазницам. При этом глаза открытые под ладошками. Здесь темно полностью. Они расслабляются. Вот. Это для того, чтобы отдыхали ваши глаза при работе с компьютером. Очень важно. Берегите глаза, друзья. Потому что, ну, я вам скажу, что эта штука такая очень опасная, что зрение можно посмотреть очень... И смотрите, чтобы монитор ваш был ярким. Я длительное время работал на компьютерах Dell. и сам того, не подозревая, не знал, что... не видел, что у меня экран довольно-таки темный. Но когда я видел Sony монитор, там, HP, я понял, что, в общем, на каком... в какой дыре черной я работал. Это было очень плохо. И я тогда почувствовал, как мое зрение начало ухудшаться от этого. Так что, друзья, берегите свое здоровье. Никакими деньгами здоровья вы не купите, потом потратите намного больше. Окей? Поэтому позаботьтесь о том, что у вас были хорошие мониторы. Если вы работаете на неделю сэма, то требуйте, просите обязательно, чтобы у вас были хорошие мониторы с хорошей резолюшием. Окей? Чтобы были яркие мониторы, были достаточно яркие, чтобы вам не нужно было напрягаться свое зрение и портить его. Вот, пожалуй, все об очках на этом. Вкратце скажу еще, напомню, об этих очках, которые тренировочные очки. Чем они хороши? Они тренируют, это как сеточка, так как бы, если у них смотреть, то получается, как сеточка в таком растре, как это... Вот видно, пожалуй, как это пчелка. У нее строение глаза такое, насколько я помню, такими вот ромбиками. Так же это она напрягает и тренирует твои глаза. Тем самым улучшается зрение и глаза становятся более крепкими. Окей? Я так же использую, она помогает мне как бы вместо таких линзовых очков, для того, чтобы когда глаза уже устают вечером, чтобы не напрягаться, не щуриться, ты берешь эти очки. Вот я таким образом делаю. Все, друзья, пожалуй, на этом все. С вами был Ярослав Мудрый Воронцов. Поделюсь с вами информацией, которая мне казалось будет вам очень полезным. Ну, это я... То, что я пользуюсь сам и делюсь с вами больше информации о том, что мы делаем на vedadom.com. Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. Себя любите прежде всего. Любите себя через то, что вы питаетесь правильно, забудьте о своем теле. и также вы работаете с инструментами, которые благостно влияют, которые не вредят вашему здоровью. Ну, по крайней мере, по минимуму хотя бы, да, потому что невозможно от всего избавиться. На этом все, друзья. Намасте.